На федеральной территории «Сириус» ведется строительство многофункционального комплекса мирового уровня. Масштабное возведение концертного зала, который в скором времени распахнет свои двери для лучших коллективов мира. В комплексе запланированы два зала. Большой на 1200 зрителей и малый для камерной музыки и постановок. Наш корреспондент Алина Тищенко побывала на объекте и готова рассказать о ходе строительных работ. Продолжается возведение основной монолитной конструкции здания. Ведутся работы по монтажу металлических конструкций перекрытий. Ведется подготовка к монтажу ограждающих конструкций фасадов и монтажу витражей. Параллельно планируется начало работ по устройству внутренних инженерных сетей и установке оборудования. После завершения работ по устройству фасадов по графику запланированы работы по отделке помещений здания. Работы ведутся в соответствии с графиком. Сейчас монолитные конструкции собираются на отметке от 15 до 22 метров. В целом, работы к концу года мы планируем закончить основной конструктивной. Параллельно мы готовимся к работам по устройству инженерных сетей. Ну и дальше, как следствие, отделки зала. После того, как закроем контур фасадом, фасадом уже облицовками, отражами и всем остальным. Объемно-планировочные решения концертного комплекса, безусловно, обладают рядом особенностей. Это и различные по объемам пересекающихся между собой помещения, размещения на разных отметках, несущие конструкции здания, балки, колонны, перекрытия, образующие сложные геометрические формы. Все это определяет уровень сложности проектных решений и, как следствие, уровень ответственности к возводимым конструкциям. Также необходимо учитывать высокие требования по акустической изоляции функциональных помещений, в том числе за счет основных монолитных конструкций, ограждающих главный зал. Особое внимание проектам уделено высокой сейсмичности района, что, в свою очередь, повысило требования по несущей способности жесткости конструкции здания. Сегодня за ходом работ наблюдал и председатель художественно-экспертного совета, народный артист России и соучредитель фонда «Талант и успех» Сергей Ралдугин. На пресс-конференции, которая состоялась после визита на строящийся объект, он поделился своими впечатлениями. Этот красивейший зал, акустику которого делает лучший акустик в мире японец Toyota, и, как вы сами понимаете, содержание, которое должно жить в этом зале, тоже должно быть высшего уровня. По проекту большой зал универсален для всех видов исполнительского искусства – от больших хоров, театральных и балетных труб до камерных оркестров, джазовых квартетов, оперных исполнителей и эстрадных певцов. В зале будет предусмотрена удобная механическая система подготовки и смены декораций, перемещение оркестровой ямы, которая позволяет менять соотношение площади сцены и зрительного зала. Для создания спецэффектов будут проекционное оборудование и аудиовизуальные системы. Малый зал на 300 человек будет многоцелевым. Главной уникальностью является акустическая система, разработанная совместно со всемирно известным консультантом по акустике Ясухисой Тойотой. Окончание строительства запланировано на конец 2022 года. Алина Тищенко, Дмитрий Петрий. Время новостей.